Наши династики не слышат! Осужденные собрались на плацу перед швейным цехом. У каждого в руках палка, деревянная или металлическая. И они делают все, чтобы их услышали. Они отказываются выполнять вообще какие-либо требования, но готовы их выдвинуть сами. Выполнение ваших требований мне необходимо некоторое время. Для переговоров прибыли представители УФСИН России, Призанской области, прокуратуры и общественные организации. Осужденные требуют освободить из СИЗО человека, который, по их мнению, попал туда незаконно. Сотрудники колонии назвали ситуацию контролируемой. Заключенными ведутся переговоры. Психологи, сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций и родственники в переговорной комнате – все они пытаются уговорить осужденных прекратить бунт. Вот только эти меры результата не принесли. Вместе с сотрудниками силовых ведомств прибыл и спецназ УФСИН России вместе с отрядом Росгвардии. И пока ведутся переговоры, они планируют спецоперацию. Заключенные потребовали еды, им ее принесли. Потом пошли требования другие, куда сложнее, необычнее – сотовые телефоны, спиртные напитки и сигареты. Повиноваться или идти на уступки они не хотели. Приходится применить силу. Сотрудники освобождают ворота от баррикады, которую построили заключенные. Делают они это под ливнем камней и палок. Когда путь чист, бойцы со щитами входят на территорию. Часть осужденных запаррикадировалась в здании швейной фабрики. К штурму готовится спецназ Росич и отряд Росгвардии. Они заходят с двух сторон – с лестницы и через окно. Действовать надо быстро и четко. С помощью бронированного автомобиля выстрел бойцы подбираются к окну, чтобы подцепить баррикаду специальным крюком и освободить проход. Сам штурм занимает меньше минуты. Бойцы спецназа вместе с конвоем выводят осужденных. Если кому-то нужна медицинская помощь, ее оказывают. Параллельно с этими действиями бойцы спецназа проводят осмотр помещения. Чисто! Все это учение, которое проходит в рамках инспекторских проверок. Место действия – исправительная колония номер 7, ныне недействующая. Ее уже не первый год используют как полигон. Руководство УФСИН России по области рассказали, что в реальности такая операция занимает куда больше времени. Да и обычно стараются все конфликты сгладить еще в процессе переговоров. Политика УФСИН и политика в целом уголовной исполнительной системы – это мягкое разрешение подобных ситуаций, если они возникают. То есть силовой метод – это исключительный метод уже считается. Поэтому вот переговорный процесс, который сейчас вы видели, это запланированное мероприятие, отработанное, есть запасные варианты. Некогда бунтовщики теперь стоят в одном строю со спецназом. Все они такие же сотрудники исправительных учреждений. Говорят, осужденных играть не так уж и легко. А от бойцов спецназа достается им по-настоящему. Без этого не обходятся. На то они работают. А мы должны это показать более подробно. Чтобы, не дай бог, в будущем, если это пригодится, то они понимали осознанно, с кем придется столкнуть в жизни. Оценку участникам будет ставить высшее руководство. Однако многие сотрудники отмечают, что действовали хорошо и грамотно. Но, как сами говорят, всегда есть над чем работать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.